Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, меня зовут Галина, я живу в Турции, я просто перевожу на русский язык новости, которые происходят здесь в стране. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Обязательно подписывайтесь! Так что давайте приступим к стене по всей стране. В Бурсе произошло землетрясение. Оно было довольно-таки рано утром в 10.40, то есть условно, когда все уходят на работу, студенты и школьники сели за парт, и люди сели в своих офисах или где-то работают. В общем, землетрясение было не слабым. 5,1 баллов. Было несколько толчков в Афтершоке. Они там буквально в протяжении нескольких минут происходили. Следующие были 4,6-4,7 баллов. Землетрясение было коротким, недолгим, но довольно-таки сильным чувствительным. Эпицентр вообще находился в Бурсе. Это не так далеко от Стамбула. В Мраморном море толчки были. В общем, вот эти разломы, про которые нас и предупреждали геологи и научные деятели. Но это не прям тот разлом анатолийский, который под Стамбулом проходит у нас. Это тоже та самая плита, только немножко с другой стороны, с другой части Мраморного моря. Конечно же, в Стамбуле почувствовали толчки люди, которые живут в прибрежных районах, то есть возле Босфора в 10.40. Просто замер на 10-15 минут и ждать, что будет дальше. Триханет нас на 7-8 баллов или нет. Очень многие люди, конечно, были в панике, выбегали, потому что у нас здесь очень много панических атак. Все очень боятся землетрясения, так как эта история, конечно же, подогревается в СМИ активно. Люди, конечно, на нервах находятся. Разрушений никаких пострадавших, жертв не было в это время. Только один старый дом в Стамбуле расселили. Там были жители, но он был уже на балансе с трещинами. И вот после этого, этих толчков, жители позвонили в службы. Я не знаю, как они. Коммунальные, да, называются точно. И заявили о том, что мы в стенах слышим гул после землетрясения. Типа, как будто бы движение пошло из-за страха обрушения. А ФАТ МЧС эвакуировали жителя этого здания. Конечно же, когда произошло землетрясение, в этот же день были заявления нашего любимого геолога, которого зовут Хасан Сёсбелин. Ничего нового не сказал. Он подтвердил, что это, да, то самые наши разломы и вот эта Анатолийская плита шевелится, что пришло этому время. Он также подтвердил, что, ну, продолжаем готовиться как-то усиливать, укреплять Стамбул. Вот типа расселения такого же жилья ветхого и так далее. Также он отметил районы, которые, скорее всего, больше всего пострадают, если огромное землетрясение большое, оно все-таки наступит. Он называл районы такие, как Авджелар, Кючукчик-Медже, Биюкчик-Медже. Это, конечно же, Европейская часть, это Мраморное море. В общем, это, если вам географически будет понятно, это примерно в районе старого аэропорта Ататюрка, вот то побережье. В Анталии же у нас самое большое перенасыщение иностранцами с ВНЖ, с паспортами и так далее. И для работы, улучшения, усиления работы ГЁЧ и контроля в том числе и разгрузки самого офиса ГЁЧ сопустили, назовем так, ГЁЧ-мобиль. В общем, такой мини-автобус, который будет ездить по районам, даже их опубликовали. Районы Аланье, Махмутлар, конечно же, Каргаджак, Кестель, Авсалар, Канаклы, Инджекум и Окурджалар. В общем, это районы самые такие населенные, больше всего иностранцев, где задачи этого ВНЖ, назовем так, ГЁЧ-мобиля, это, конечно же, регистрация различная, выдача документов, забор заявок и так далее. То есть, по сути, все, с чем вы приходили в офис, можно будет решать в этом офисе на колесах. Это проще. Но при этом у них еще одна другая функция есть. Они, сотрудники от ГЁЧа, они будут по форме одеты, и они могут также проверять документы у людей на улице. То есть, проверять разрешение на проживание, если у вас и комет ВНЖ, срок его действия. В общем, по самом деле, отслеживать будут больше. То есть, с этим приятным бонусом, улучшением вопросов оформления, при этом, можно, конечно, тут же вопросы всякие, да, юридические от этого плана задавать, уточнять что-то. Помимо справочной информационной, они будут нести еще и службу проверки документов и отслеживать неких нелегалов или людей, у кого просрочены документы иностранцев на нахождение в стране. Коалиции оппозиционных партий, ДжГП и партий на муниципальных выборах 30 марта не будет. В прошлом выпуске новостей я говорила о том, что новый у нас представитель ДжГП прибыл вы и партия, было демонстративное пожатие рук, официально задали вопрос о том, что будете вы нас поддерживать, вступите в коалицию или нет. И затем у них было голосование внутри и партии, и 34 человека против 14 проголосовали за отказ от объединения, не поддержали эту идею. Соответственно, оппозиция теряет очень много очков на муниципальных выборах, их, конечно, будет проще разгромить, если так можно выразиться. И вообще, если мы берем Стамбул, самые, конечно, важные города это Стамбул, Измир, Анкара и Анталия, кто там будет у нас мэром, потому что они все оппозиционные. И власть сейчас в стране очень намерена занять эти кресла, поставить своих кандидатов на мэрские посты. И начинается вот эта заварушка, конечно, возня политическая, внутренняя. Выдвинулся у нас глава муниципалитета района Бахчилиев-Лерн, выдвинул свою кандидатуру на выборы мэра Стамбула, потому что все тут... И, кстати, была недавно статистика официальная в стране, что 43% людей в Стамбуле бы проголосовали на сегодняшний момент за Икрем Имамулу, ведущий сейчас мэр Стамбула. Продолжили, чтобы он остался, пролонгировали его присутствие в этом звании. А 41% проголосовали бы против него. Соответственно, да, как бы 43% это больше, но 2% можно очень легко пододвинуть, подкупить избирателей, провести правильно, хорошо предвыборную кампанию кому-то, оппоненту и так далее. То есть, в общем, такое 50-50 состояние, что не единогласно, это не 70-80%, например, за него, как могло бы, например, быть, то есть, если вы тоже недовольны. Ну и, конечно же, продолжается критика и на выступлении публичном Икрем Имамулу, там было открытие автопарка автобусов. В общем, он заявил о том, что он открыто говорит напрямую, что автобусы, которые сегодня новые там закупили для муниципального использования общественного транспорта, мы покупали муниципалитет за свои собственные деньги стамбульского, как сказать, муниципалитета, а не за выделение из госбюджета, потому что нам их отрезали, именно почему-то не согласовали, не поставили подписи на именно этих автобусах. То есть, короче, с одной стороны, если мы берем политику, да давят, где-то не додают, пытаются сделать работу муниципалитета и мэра Стамбула, как бы, скомпрометировать, да, поставить палки в колеса, проще говоря, и он при этом открыто об этом говорит, нас все называет, не замалчивает, понимает, что при этом у него могут быть, конечно же, больше проблем, если он будет об этом открыто говорить. Дела блогеров у нас продолжаются, как бы, мы видим, что это очень такая золотая жила, люди очень любят за этим наблюдать, это прям в топе новостей страны, вот эти сплетни, прессуют блогеров, инфлюенсеров, любых, короче, людей, которые имеют какое-то важное, весомое место в обществе, назовем так, в общественном мнении. Таким образом, страну покинула модель, она с сайта OnlyFans, да, в Турции даже такое у нас есть, она уехала на Бали, и она ранее заявила о том, что ее заработок в месяц около 100 тысяч долларов, переводим сейчас, калькулируем это в лиры, да, просто неимоверные баснословные деньги, ее зовут Мерве Ташкин, девушку, она теперь живет на Бали, покинула страну, из-за того, что были подозрения, что на нее могут быть, как бы, там некие гонения, прессинг, но официально в СМИ этого не было, она заявила о том, что она уехала, из-за страха, назовем так, если можно выразиться, она поменяла место жительства, но по факту на нее разбирательность, расследование не было никаких открыто, но при этом, буквально самая свежая информация, что задержанные активы и даже о том, что, возможно, и сама эта женщина, Неслим Гюнген, арестованы ее активы, она блогер и владелица салонов красоты, тоже за налоги, красивый публичный образ жизни, пока что видео в прессе с ее арестом не было на момент, когда снимается этот выпуск новостей, но посмотрим, это буквально вопрос парочки ближайших дней, Селин Джигерджи и Геокхан Чыра, они подозреваются в демонстрации жизни на несоответствующие доходы, укрытие налогов и так далее, все стандартно, он бывший футболист, ему 27 лет, она бывшая певица, владелица салонов красоты, индустрии красоты, сейчас ей 39 лет, они в разводе, они вообще за последние 5 лет поженились, развелись 2 раза, у них есть ребенок от суррогатной матери, они его воспитывают, но вроде бы, как сейчас, они не вместе, в общем, там и так-то Санта-Барбара нелегкая в взаимоотношениях этих двух знаменитостей, очень публичную жизнь они ведут, но при этом они вместе не фотографируются, не проводят вместе время, в общем, оставляют некую тайну, в общем, в принципе, жизнь так построена, как некая пиар, как бы, скажем, воздействие, манипуляция на людей, чтобы это было интересно, с какими-то догадками всегда, недоговоренностями различными, с тайной, но по факту сейчас вот идет проверка этой уже, как бы, можно сказать, экс-бывшей семейной пары, ну, вроде бы, они вместе там, в общем, все непонятно, но система продолжает работать, трясут блогеров, вообще, вчера министр внутренних дел заявил официально в соцсетях о том, что ТикТок сейчас проверяют в Турции, задержали 14 человек, проверено больше тысячи аккаунтов на распространение непристойной информации, насилие над детьми, не знаю, какое именно там насилие рассматривается в ТикТоке над детьми, какие там ролики могли быть, но арестовали 14 человек из этих аккаунтов, тех, кто распространял видео, ну, короче, кто снимал, там, блогеры, 14 арестованы, имена их еще не названы, идет расследование, им будут выдвинуты обвинения, скорее всего, у них будут административные наказания и штрафы, но конкретных каких-то дел еще не объявлено. И вообще, Турция сейчас делает подборку контента, проверяет соцсети, такие как бывший Твиттер, ТикТок, Инстаграм и так далее, они делают подборку и собирается правительство компоновать дело социальных сетей для подачи заявлений на сами соцсети за то, что они собирают либо информацию, либо распространяют негативную информацию, вот детское насилие, там, все такое прочее, разные статьи там указываются, для того, чтобы оштрафовать сами социальные сети. Хочу напомнить, что в России такая история тоже уже давно, года полтора идет, мета, гугл, там, и всех прочих прессуют, накладывают эти огромные штрафы, в общем, та же самая система начинается сейчас в Турции. Вообще, в Стамбуле было задержано 11 человек по подозрению в махинациях с целью получения вида на жительство или гражданство в некоторых случаях при вступлении в фиктивный брак. Эти 11 человек, это не только люди, которые получили ВНЖ или гражданство по браку, сами браки не состоят, но и люди, которые им помогали в этом. Это организаторы свадеб, переводчики или люди, которые помогали собирать документы. Пока что информации огромной про это дело тоже нет, там имен, например, чего-то конкретного, но по факту сейчас мы видим, очень сильно шерстят иностранцев, проверяют документы, подлинность их, ВНЖ, и тех, кто из стран СНГ, это бывшие страны СНГ, тюркские в основном народы. Очень много рейдов различных, кто занимается нелегальной деятельностью, работой. Очень много сейчас, я в прошлый раз в новостях говорила, облав на разные притоны, кто занимается проституцией и всем прочим. В общем, активно сейчас с этим государство работает. Апдейт по новостям о убийстве двух россиянок в провинции Мугла возле Бодрума, да, мама и ее 16-летняя дочь. Появились в подробности больше фотографий в сети их появилось, в соцсетях фотографии ее мужа. Да, у нее был младший ребенок, с которым скрылся ее супруг, который подозревается, сейчас он главный подозреваемый здесь в Турции, по подозрению в убийстве. И, конечно, в турецких соцсетях ТРТ Хабер, например, Хабер Турк, это издание, это публиковали, и до сих пор это обсуждается. Ну, большое громкое убийство, конечно. В социуме тоже это обсуждается, это новость. То есть, в частности, Хабер Турк, в их печати была информация, что ее родственники и знакомые в России погибшие собирают деньги для того, чтобы оплатить транспортацию, перевозку тел для захоронения в Россию. То есть, вот это тоже сейчас обсуждалось здесь в местных новостях местными жителями. Многие думали, что муж у нее турок, и здесь для людей было довольно-таки удивлением, что это гражданин вообще другой страны. То есть, на территории Турции произошло вот это убийство, разборка семейная, криминал какой-то гражданами другого государства. Многие писали в комментариях, что я понимаю, если муж был турок. То есть, условно, это здесь часто встречается, к этому относятся с неким сопереживанием, пониманием, с ожелением, что так вышло. И, условно, для турчанок женщин, для турок здесь еще раз подтверждение, что, в принципе, домашнее насилие, абьюзы, они не терпят каких-либо национальных или географических разделений. В общем, грустная новость, но вот обновление по этой новости такое. Объявила о том, что инфляция берется под контроль, но по факту статистические, не государственные, не тестованные агентства, они не подтверждают этой информации заявления. Статистика по инфляции гораздо выше. Сейчас я вот здесь напишу самый последний курс доллара. Мем завирусился в соцсетях. Это продуктовые корзины, которые принято дарить знакомым, друзьям, коллегам, а больше всего на работе, каким-то сотрудникам, в общем, дальним каким-то родственникам, знакомым и так далее. Это, как правило, деревянная корзина с продуктовым набором. И завирусилась мемная фотография 2014 года. Стоимость этой корзины условно там 200 турецких лир. И сейчас фотография Стрэндиола, что стоимость просто корзины плетеной в интернете 1000 лир стоит. Сразу скажу, чтобы вы не понимали, в буквальном смысле, это мем, это утрирование и шутка, это сарказм, но на злобу дня. В чем сарказм заключается? Что по факту сейчас эти корзины, если мы откроем даже самые популярные каталоги супермаркетов, в районе 1000 лир стоит вся эта корзина сейчас с наполнением в данный момент. Если мы берем инфляцию туда, все равно за 10 лет, с 2014 по 2024 год, инфляция такая, что все это наполнение было 200 лир, теперь он стоит 1000. Если мы берем тот момент, что сама корзина стоит 1000 лир, как на самой фотографии, то это больше сарказм и шутка, это просто другая корзина, это хорошая, качественная. Да, на лист действительно стоит 1000 лир для каких-то бытовых нужд. Просто она из хорошего, качественного, скажем так, материала изготовлена. А корзина, которая с продуктами подарочная к Новому году, конечно же, этот вариант попроще. И сама по себе эта корзина 1000 лир так не стоит. Но смысл-то не меняется от этого, да, я просто хотела объяснить этот мем. По факту имеем, что имеем, огромную инфляцию и цены. Что ваши вопросы по поводу жизни в Турции? Если хотите ваши идеи для новых видео, в инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции, подписывайтесь. Также моя почта указана. Если вы хотите психологическую консультацию получить, то пишите. Мы с вами договоримся, тема письма, консультация. Спасибо за внимание, жду ваши лайки и комментарии под видео. Просто для поддержки и развития канала мне будет это очень приятно. Так что до новых встреч!